Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале Домашний Ачах с Мариной. Очень много видео по самоисцелению народной медицины у меня на моём канале. А сведения обо мне вы можете посмотреть в описании канала. Дорогие друзья, очень часто в прямых трансляциях я вам говорю, я вам рассказываю, я вас обучаю и очень часто предупреждаю, а может быть и предсказываю о том, что в ближайшие годы появится очень много новых больных, которые будут страдать от неврозов, от психозов, от депрессии. Но давайте скажем честно себе, что в общем-то это такая болезнь, такое заболевание, что как бы то или иначе каждый из нас столкнулся на протяжении своей жизни с каким-либо проявлением невроза, психоза, а может быть даже и депрессии. Хочу честно сказать, что, наверное, первое, с чего нужно начинать, это не с самокритики, но действительно с самоанализа. Потому что я всё чаще и чаще сталкиваюсь с пациентами, со своими клиентами, и как кризис-психолог, и как целитель нетрадиционной медицины. Очень часто вижу действительно пограничные состояния, не только в характере, не только в поведении, в образе жизни. Ну а то, что очень много вы посвятили какому-то самоизучению, самопознанию тренингов, и вы поставили себе очень высокие цели. Цели, которые не только завышены, но ещё и нереальны. Очень часто неврозы, психозы, депрессии действительно могут быть как отталкивающим моментом от таких установок. Вы должны понимать, что с кем бы вы ни коммуницировали, даже вместе со мной, на моём канале, у нас с вами происходит энергетический обмен. Верите вы в это или не верите, но очень часто, поговорив с кем-то, со знакомым, встреча вот так рядом может быть, может быть даже по телефону, а иногда даже вы просто вспоминаете кого-либо из прошлой жизни, и вам становится плохо. Да-да, действительно есть такие ситуации, которые называются токсичные. Есть такие люди, которые называются токсичные. Дело в том, что ситуации, которые нас в жизни действительно окружают, и проблемы или проекты, которые мы должны с вами решить, они неизбежны. В этом заключается и сам фактор эволюции. Но иногда вы не рассчитали свой марафон, иногда вы сделали фальстарт, не готовы к определённым обстоятельствам, иногда вы загнали себя в тупик. Но это всё философия жизни. Первое, на что вы должны обратить внимание, это на физиологию. Дело в том, что как бы там ни было, всё начинается с физиологии, с нарушения обмена веществ, со сбоя с гормональной системой. Несмотря на то, что канал посвящён самоисцелению, я вам очень рекомендую начать с посещения врача. Если вы женщина, если вы мужчина, девушка, женщина возраста плюс, первое, на что вы должны обратить внимание, это на гормональный фон. Это щитовидка, это надпочечники, это урология и гинекология. Каждое направление отвечает за определённый уровень гормона. Например, щитовидка – это блокпост нашего здоровья. Когда вы несёте неимоверную нагрузку физическую, эмоциональную, если у вас какой-то статус в работе, если вы не умеете разговаривать, если вы не умеете позиционировать, коммуницировать, это всё может тоже привести к сбою гормонального фона щитовидной железы. Очень подвержены этому педагоги, ораторы, певцы, актёры, блогеры, ютюберы. Поэтому первое, на что я бы обратила внимание, это обязательно сдать анализы на гормональный фон. Если у вас на протяжении длительного периода, а может быть даже один был эпизод в жизни, когда надо было выжить, когда надо было убежать, спрятаться, страх какой-то мог быть, действительно может быть затяжной период, у вас может быть сбой надпочечников, коры надпочечников, выброс кортизола, выброс адреналина. Если у вас затяжные проблемы с гинекологией, с урологией, с сексуальными какими-то моментами, это тоже влияет на гормональный фон. Мы не должны забывать ещё одной такой железы, которая называется поджелудочная железа. Это выработка инсулина. И я очень часто вам говорю, хочешь сладкой жизни, кушай горькое, хочешь горькой жизни, кушай сладкое. Но на самом деле инсулин, он точно так же вырабатывается при стрессах или при каких-то моментах, когда действительно вы находитесь в очень тяжёлом стрессовом состоянии. Поэтому первое, с чего нужно начинать, это, конечно же, консультация врача. Второе, на что я обращаю внимание, это состояние нашего головного мозга, на которое, в общем-то, идёт самая большая нагрузка. Это наш компьютер. Это действительно аппарат, агрегат, который отвечает не только за нашу логику, умственное развитие ощущения и восприятие этого мира, но ещё за то, что наш мозг регулирует все функции, все реакции нашего организма. Это огромная, нереальная, неизученная система. Даже элементарно, что вы пьёте мало воды или ваш организм обезвожен, в вашей голове просто не хватает влаги, уже может повлиять на реакцию вашего головного мозга. Это как машину. Вы садитесь, вы залили не тот бензин, или нет бензина, или нет смазки, или нет там ещё каких-то, может быть, деталей, ещё что-то. А вы его смыкаете и постоянно пытаетесь активизировать и быть в активной жизненной позиции. Дело в том, что реакции мозга, как я говорю, очень слабо изучены и очень тяжело поддаются диагностике. И нам часто говорят, какой там у тебя невроз, какая там у тебя депрессия, не видела ты горя, не видела ты войны, не видела ты там ещё что-то. Дело в том, что здесь действительно происходят химические нарушения в головном мозге. Это связано с очень большими моментами, как я говорила, и гормональной сферы, и нарушения обмена веществ. И действительно на уровне нейролептиков, нейронов, это реакции, нейронные реакции, действительно головной мозг даёт такие сбои. Я хочу обратить внимание на средства, которые вы обязательно должны по консультации врача начать использовать, если у вас невроз, психоз или депрессия. Разобраться в этом вам помогут, безусловно, врачи и блогеры, ютюберы, врачи. Но я вам хочу сказать из своей практики, что невроз не имеет сезона. Это состояние, когда у вас действительно идёт неимоверный тремор, обидчивость, слезливость, страх может быть, бессонница, безусловно, усталость может быть, реакция на всю эту жизнь. Вы очень слабо стрессоустойчивы. Не потому, что вы озверели и вы в неврозе, а у вас нет даже реакции, вы реагируете на самые элементарные какие-то, у вас нет защиты, у вас слабая стрессоустойчивость. Есть психоз, когда вы действительно не умеете разговаривать, не умеете коммуницировать, не умеете или даже просто не понимаете, что дети это такие же люди, как и вы, и они злопамятны, а вы с детьми позволяете себе разговаривать в каком-то неприятном тоне. Мы свидетели на ютубе, очень много роликов, когда ученик разговаривает с учителем, и ученик неправ, и учитель неправ. Но вместе с тем взрослый человек умеет ли себя контролировать по сравнению с ребенком, да? И, безусловно, тяжелая-тяжелая депрессия. Депрессия – это не потому, что мне грустно или мне скучно. Это организм, который не может подняться. Это организм, который налит свинцом. Это действительно как радиация, которая придавила вот таким тяжелым грубцам человека, кровать, а может быть, он и на полу валяется. И подняться нет никаких сил. Для того, чтобы помочь своему организму, вы, безусловно, проконсультируетесь с врачом. Но обязательно нужны микроэлементы для того же вашего мозга. Если говорить о гормонах, это, безусловно, консультация эндокринолога. Если у вас снижена функция щитовидки, вы должны обратить внимание на прием йода. Всего лишь три капельки. Или использовать достаточно в большом количестве морепродукты, морскую капусту. Все, что содержит йод. Если у вас гипертиреоз, консультация врача на снижение гормонального фона, который дает вам такие пики, это однозначно. Следующее. Головному мозгу на протяжении всего года нужен витамин D. Кто-то говорит рыбий жир, кто-то говорит омега. Но дело в том, что это витамин D. Он участвует как раз не только в работе функций головного мозга, а в регулировке наших функций на восстановление. Наш организм запрограммирован практически на стопроцентное исцеление. Очень часто такие возможности дает нам и божественная сила, вера молитвы, вибрация, слов может быть, взгляд до прикосновения. Витамин D для головного мозга не только весна, осень, зима, но на протяжении всего года мы мало находимся с вами на солнце, нужен организму. Дозы должны быть регулируемы в осенне-зимний, летний период, осенне-зимне-весенний период. Они могут быть увеличены в летний период. Дорогие друзья, вы должны обратить внимание, что витамин D мы можем получать от ультрафиолета, а есть жирорастворимые. И вот как раз сейчас я говорю о жирорастворимом витамине D, который используется на протяжении круглого года. Если у вас бессонница, если у вас головные боли, неврозы, психозы, депрессии, без витамина D на антидепрессантах, транквилизаторах, на атропах вы не выкарабкаетесь. Это смазка для вашей машины. Это очень-очень важно. Следующее для головного мозга и очень часто поднимаем вопрос эпилепсии. Эпилепсия во взрослом возрасте уже как таковой не формируется, фаза эпилепсии, но судороги ночью появляются. Это говорит о том, что недостаток магния и витамина С и кальция. Дело в том, что магний вы должны принимать действительно уже с определенного возраста, я бы сказала с 35 лет обязательно. Это здоровье головного мозга, это здоровье нервной системы. Магний находится в очень ограниченных количествах продуктов питания. Это микроэлемент, это не витамин, дорогие друзья. Поэтому используйте магний, особенно если у вас ночные судороги, головные боли, бессонница, неврозы, психозы, депрессии, мышечная слабость и быстрая утовляемость. Это очень важно. Очень важно это омега-3. Есть омега-6, есть омега-3. Омега-3 это действительно русло нашего головного мозга. Это чистые сосуды. Здесь идет укрепление эластичности сосуда, проходимость лучше. Вот этот разговор холестерин, плохой холестерин, хороший, как раз омега-3 решает этот вопрос так, как нужен. Дело в том, что холестерин является как бы таким заживляющим элементом в самих сосудах, скажем так. Если он у вас накапливается, я в своей практике хочу сказать, это не потому, что обязательно вы кушаете много жирного или канцерогенного. Это то, что повреждаются сосуды и ваш организм автоматически пытается самоисцелиться. Заживление происходит, но сосуды слабые, сгущенность крови или другие какие-то проблемы. Омега-3 помогает холестерину как бы укореняться и улучшать состояние сосуда. И, безусловно, уменьшает риск тромбозов, то есть инсульты, инфаркты. То есть практически я вам показала свою аптечку, я не рекламирую, но я вам показываю то, что обязательно должно быть. И, конечно, обязательно вода. Я сняла для вас стрим, который называется «Территория здоровья». И я сказала, что только вашему толстому кишечнику в день надо 2 литра чистой мягкой воды для переработки токсинов, шлаков, продуктов питания. Все, что у нас там в организме происходит. Если бы вашему головному мозгу хотя бы чашка воды перепадала бы в день, это было бы уже очень хорошо. Обращаю внимание на негативное влияние чая, кофе, содержащих танины, которые как раз ваши сосуды делают вот как кирзовые сапоги. Несмотря на то, что танины, казалось бы, стимулируют сосудистую систему, на самом деле сосуды становятся, вот как я говорю, ломкими, грубыми такими. Танины используются вот именно в кожевином производстве. Поэтому чай и кофе это вы стимулируете, это вы подгоняете, это вы просто, ну, свои сосуды просто вот понимаете, как заливаете 95-й бензин на запорожец, скажем так, да, и вы стараетесь гнать какую-то скорость. Поэтому чай и кофе в данном случае вы должны заменить на мягкие фито-чаи, которые будут влиять на ваш организм. Вот такие мои советы, дорогие друзья, с чего начинать лечить неврозы и депрессии. А слово психозы, все-таки я отношусь к самоанализу, к коммуникации, к воспитанию, вообще к философии жизни. Если видео было интересно, ставим лайки, задавайте в комментарии вопроса, просматривайте видео по интересующей вас тематике и, пожалуйста, поделитесь в соцсетях, особенно на фейсбуке, в группах о здоровье, потому что все, кто в программе самоисцеления, я надеюсь, вам интересно быть вместе со мной на территории здоровья.